Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Программа День города. Сегодня о том, как прошел последний зимний день для рязанцев. Смотрите в выпуске. Миллиард на развитие сельских территорий. Павел Малков на правительстве призвал глав муниципалитетов быть активнее. Разговор с громом. Рязанских школьников сегодня обучали силовики. Наперекор ветрам. В России сегодня День Лыжника. Региональному Минцифры необходимо провести мониторинг всех интерактивных сервисов массовых услуг, а затем предложить программу улучшения работы этих интерфейсов. Такое поручение озвучил сегодня на правительстве Павел Малков. По его словам, перевод всех процедур в электронный вид не повод для победных реляций. Необходимо постоянно улучшать качество таких услуг. О чем еще говорили на правительстве, расскажем далее. Федеральная программа комплексного развития сельских территорий для муниципалитетов хорошая возможность освежить инфраструктуру за казенный счет. Об этом говорил Павел Малков. Уже возведенные и отремонтированные объекты в Сасовском районе, а скоро так будет и в Скопинском, это только подтверждают. В этом году при поддержке федерального минсельхоза в Рязанской области на развитие сельских территорий потратят миллиард рублей. Вот только большая часть муниципалитетов этой программы пока пренебрегают. За нерасторопность глав на места губернатор немного пожурил. Коллеги, вот я сейчас в первую очередь обращаюсь к главам администрации районов. Вам нужно всем активнее в эту программу включаться. У нас на следующий год заявки, прием заявок заканчивается завтра, 1 марта. Заявки подали три района. Это Краблинский, Сапожковский и Петелинский. Программа очень перспективная. Уже сейчас нужно думать про 2025 год. Понятно, что там есть определенные требования. Понятно, что не все районы подходят. И мы уже участвуем и получаем очень большие суммы. Но всегда надо стремиться еще к большему. Ответы на жалобы граждан получились в экспресс-режиме. Недостаток тест-полосок глюкометру в 11-й поликлинике решили оперативно. Во второй поликлинике недостаток кардиологов восполнит в течение весны. Поселок Песочно в Путятинском районе получит освещение к концу сентября. А вот в Рязани за восстановление асфальта и бордюра после устранения аварии на теплосетях отвечать пришлось главе администрации. В том числе и за телефонное хамство подрядчиков. Благоустройство восстанавливается всегда в соответствии с утвержденным графиком работы. Если ремонт завершился в ноябре, соответственно восстановление при наступлении благоприятных условий. Как только эти условия благоприятные наступят, и бордюры должны восстановить, и асфальтовые покрытия, и зеленую зону благоустроить. То, что жительницы так ответили, с этим безусловно разберусь. Такого быть не должно. И возьму на контроль. Заеду. Заеду, посмотрю, как восстановили благоустройство. Проконтролирую. Губернаторский указ о единовременной выплате за рождение первого ребенка в 20 тысяч рублей и в 50, если маме меньше 25 лет, получил четкий процедурный порядок. Обратиться за выплатой можно будет в течение трех месяцев со дня рождения ребенка в соцзащиту либо в территориальный МФЦ. Кроме того, в самом МФЦ теперь можно будет получить все выплаты, которые касаются СВО. Процедура будет предельно упрощена. С 1 марта в России официально вводится понятие средства индивидуальной мобильности. Под него попадает транспорт с одним или несколькими колесами или роликами, предназначенные для индивидуального передвижения человека при помощи двигателя. Такими средствами считаются электросамокаты, сигвеи, лоноколеса, электроскейтборды и прочие гироскутеры. Весной они получат официальный статус, а значит и свои правила движения. Например, перемещаться на СИМ будет разрешено со скоростью не более 25 км в час. А массу самих устройств ограничат 35 кг. Какие еще изменения ждут нас в марте? Наш следующий материал. С 1 марта запрещено приобретение, хранение, ношение и использование оружия тем, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний. Речь идет о проверке у психиатра, сдаче анализов на наркотические и психотропные вещества. Основное отличие от ныне действующего порядка – обязательно прохождение обследования в медучреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Проводить медкомиссию будут раз в пять лет. Предлагается также ввести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе Росгвардии. С 1 марта начинают действовать увеличенные штрафы за отсутствие техосмотра. Взыскания возрастут с 500 рублей до 2000. При этом затронет это только владельцев транспортных средств, подлежащих обязательному ТО. Помимо этого, Минтранс ужесточил требования к фотографированию на пунктах техосмотра. Потребуется сделать не два снимка, как сейчас, а сфотографировать автомобиль спереди, сзади и сбоку. При этом рядом с ним в полный рост должен находиться технический эксперт. Это поможет избежать фальсификации снимков, загружаемых в информационную систему. Кроме того, российским Минздравом утвержден новый порядок выдачи медицинских справок. Тем водителям, которые были лишены прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или за отказ от медосвидетельствования, придется сдавать анализы крови и мочи. После этого решение о выдаче справки примет специальная комиссия. В марте начнет действовать такое понятие, как перерасчет платы за вывоз мусора. Если граждане отсутствуют в своем жилом помещении более пяти дней подряд, они смогут платить меньше. Для этого необходимо до отъезда или не позднее, чем за 30 дней после возвращения обратиться к оператору ТКО или управляющую компанию с заявлением о перерасчете с подтверждающими документами, авиабилетами, турпутевками и так далее. С 1 марта на землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащих крестьянским и фермерским хозяйствам, разрешено строить жилые дома. На одном участке может быть один дом, в котором не более трех этажей и 500 квадратных метров. При этом площадь застройки должна быть не более четверти процента от площади земельного участка. С 1 марта в России вступают в силу новые правила сжигания листвы и мусора, а также установки мангалов на дачных участках. В МЧС России отказались от действовавших жестких нормативов, и теперь нормы станут намного реальней. Теперь при использовании открытого огня в металлической емкости, баке или бочке, для сжигания, например, сухой травы и веток, место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров до зданий, сооружений и иных построек, а также в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг 5 метров. В Рязанской школе номер 15 сегодня прошли необычные уроки. Вместо учителей у доски встали силовики. Сотрудники регионального УМВД провели цикл лекций по теме «Рязань – наш безопасный дом». Как все прошло, расскажем далее. В спортивном зале 15-й школы о безопасности дорожного движения говорит человек в форме. Этот урок не совсем обычный. Для совсем юных упор делают на узнаваемые дорожные знаки. Например, пешеходный переход. Лекция, впрочем, не только о соблюдении правил. Очень важно, чтобы ребята с раннего возраста понимали о службе в полиции и понимали, что в полиции есть много направлений деятельности. Одним из направлений, конечно же, является работа госавтоинспекции. И вот я самым младшим школьникам, скажем так, рассказываю, в чем важно именно соблюдение требований правил дорожного движения и для чего вообще инспекторы дорожно-патрульной службы несут службу и обеспечивают безопасность как в нашем городе, так и в России в целом. Акция «Рязань. Наш безопасный дом» всегда начинается с профилактических занятий. Организаторы региональной МВД на час заменяют учителей. В школьных кабинетах читают лекции о наказании за хулиганство, рассказывают, как и во сколько лет можно получить водительское удостоверение. Но самое ожидаемое, особенно для мальчишек, это, конечно, беседа с сотрудниками спецназа «Гром». Все оружие настоящее, без муляжей, естественно, разряжено. Его смело можно брать в руки, а после – мастер-класс. А это уже показательное выступление курсантов Рязанского филиала Московского университета МВД России имени Кикотя. Они демонстрируют прием рукопашного боя и задержание преступника. Под аплодисмент учеников и учителей. Университет – один из ключевых модераторов акции «Рязань. Наш безопасный дом». После посещения образовательных организаций, то есть школ, ребята приходят, пишут заявление на поступление, где я подробно рассказываю по вопросам образования, по вопросам поступления, по будущей профессии. В последующем они издают вступительное испытание, экзамены, ЕГЭ. Продолжают учиться и после выпуска становятся действующими сотрудниками, которые защищают права и свободы граждан на территории Рязанской области. Михаил честно признался, что процент желающих небольшой. Но они есть всегда. Со школы обычно приходят человек 5-6, чтобы попробовать свои силы и поступить в ВУЗ. Акция «Рязань. Наш безопасный дом» вы и знаем. Скоро десанты силовиков отправятся и в районы. Лыжные гонки – самый популярный зимний вид спорта среди россиян. Об этом говорят данные соцопросов. Любят наши соотечественники и просто пройтись по лыжне спокойным темпом, что укрепляет мышцы и наполняет энергией. Кстати, сегодня есть хороший повод встать на лыжи. 28 февраля отмечается Всероссийский день лыжника. День лыжника отмечается в России с 28 февраля 1982 года, когда впервые в Москве стартовала лыжня России, в которой приняли участие около 10 тысяч любителей беговых лыж. Февраль считается самым морозным месяцем с устойчивым снежным покровом и как раз самым богатым на забеге соревнования «Любительские старты». Субтитры создавал DimaTorzok Чемпион СССР 1973 года в лыжной гонке на 70 километров и серебряный призер на 50 Анатолий Бирюков сам создавал трассу в Мемориальном парке. Теперь это база для обучения детей в спортшколах и удобнейшее место для любителей лыж. Практически в центре города, с массой виражей, спусков и подъемов, это одна из интереснейших трасс региона. Еще одна крупная база лыжников – биатлонный комплекс «Алмаз». У нас не только биатлон, у нас еще и лыжные гонки. Порядка 400 спортсменов у нас занимается, приблизительно пополам лыжные гонки, биатлон. Кроме этого, у нас очень много детских групп, скажем так, группы выходной день. Это те дети, которые еще не достигли 9-летнего возраста, в которые мы можем их зачислить на отделении биатлона, лыжных гонок. Привозят родители, они здесь катаются на лыжах, летом катаются на роликах, кто-то на роллерах себе уже пробует, бегают кроссы под руководством тренеров. К слову, по наблюдениям тех же тренеров, интерес к лыжному спорту в последние годы только растет, а значит, сегодняшний праздник приобретает все большее масштабы. Уже завтра в свои права вступит весна, только вот погода весенней пока точно не будет. По крайней мере, большинство синоптиков предупреждают, что, например, в центральных регионах страны, в частности в Рязанской области, плюсовая температура ожидается в лучшем случае только в апреле. Март же, увы, почти наверняка будет холодным. Март в Центральной России начнется с довольно прохладной погоды. По крайней мере, в первую неделю первого весеннего месяца тепла точно ждать не стоит. Как напоминают в Гидромедцентре, март в средней полосе традиционно зимний месяц с угробами и ночными морозами. Впрочем, если раньше устойчивое потепление начиналось в последних числах марта, то теперь с 20-х чисел месяца. В Рязанской области календарная весна начнется с небольших морозов. Днем 1 марта минус 2-4 градуса пойдет небольшой снег. В ночь на 2 марта еще морозно, но днем температура повысится до плюс 2-х. В конце рабочей недели и выходные примерно такая же погода. Днем с небольшим плюсом, а ночью подмораживает. Март – самый сухой месяц. Обильных снегопадов в этом году не ожидается. Холодно, ветрено и сыро на большей части страны, согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, будет и в середине календарной весны 2023 года. В начале апреля 2023 при самых хороших раскладах синоптиков температурный фон будет составлять плюс 6-9. При этом с наступлением темноты воздух может даже остывать до нуля градусов и ниже. Многие ассоциируют начало весны с теплой комфортной погодой, когда можно избавиться от тяжелой зимней одежды. Этот эмоциональный порог наступает при дневной температуре плюс 15. Такая в среднем наблюдается лишь во второй половине апреля. А вот с последним днем зимы в народе связано множество примет. Как верили наши предки, сегодня суровость характера нужно усмирить. И тогда зима заберет свои морозы и уступит место теплому месяцу. По давним приметам, если 28 февраля с крыш свисают огромные сосульки, весна грядет затяжная. Если луна ярко светит, стоит ждать холодов. Кроме того, 28 февраля народный праздник – Анисим Зимобор или Овчарник. И православный день памяти апостола Анисима. На Руси святой Анисим стал считаться покровителем овец, овцеводства и овчаров. Интересно, что, судя по исследованиям некоторых историков, звезды и овцы в старинных поверьях и верованиях могли быть как-то связаны. Например, есть такая старинная загадка – один пастух тысячи овец спасет. Вполне возможно, что огромное количество белых звездочек на небосклоне в старину сравнивали с белыми овечками, которые пасутся в поле. На этом все новости вторника. Больше информации на сайте телекомпании и в социальных сетях. Присоединяйтесь. Я же прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова